Всем привет! В эфире Нервньюз, а в студии я, Артём Князев. Итак, сегодня выпуски. Казанский федеральный университет вошел в десятку лучших вузов Российской Федерации в области изобретательской деятельности. КФУ в 2019 году занял с 7 по 9 места в рейтинге, значительно улучшив свои позиции по сравнению с предыдущим годом. Напомню, в 2018 году КФУ располагался на с 23 по 28 строках рейтинга. А теперь к другим новостям. В Казанском федеральном университете прошло итоговое в уходящем году заседание ученого совета под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова. Подробности в нашем сюжете. Встреча началась с торжественной ноты. Целая серия наград была вручена сотрудникам различных подразделений Казанского федерального университета, от Министерства образования и науки Республики, Министерства здравоохранения РТ, а также от Вахитовского и Приволжского районов из полкома Казани. Ректор КФУ Ильшат Гафуров вручил премии Российской академии образования. Благодарность за плодотворную успешную работу в должности директора Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем была выражена ректором КФУ Айрату Хасьянову, переходящему на работу в Сбербанк. Уважаемые коллеги, я хочу всем сказать большое спасибо за вот эти вот 8 лет, что мы с вами вместе работали. И я отдельное спасибо хочу сказать Шатру Абкатовичу за то, что он дал мне и моим коллегам осуществить свою мечту построить такой факультет, в котором мы сами хотели учиться. Так что Шатру Абкатовичу огромное спасибо. Для меня это было 8 лет счастья. Ни секунды я не жалею, но пора как бы двигаться. Всем большое спасибо. Спасибо вам огромное. По традиции конец года сопровождается подведением итогов, в том числе в области научно-педагогической деятельности сотрудников, результаты которой нашли отражение в итоговом рейтинге научно-педагогических работников КФУ. В 2019 году абсолютными лидерами рейтинга стали 19 сотрудников, представляющих естественно-научное и социально-гуманитарное направления. Ильшат Гафуров вручил им почетные грамоты Казанского федерального университета. Традиционно в ходе заседания ученого совета были проведены выборы заведующих кафедрами. Конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, представление к присвоению ученых званий. Также было принято решение об открытии кафедры энергобезопасности на базе ООО «Инженерный центр «Энергопрогресс» в структуре Инженерного института с 1 сентября 2020 года. Кроме того, был утвержден ряд изменений, вносимых в структуру Института фундаментальной медицины и биологии. Среди них ликвидация научно-образовательного центра доказательной медицины «Кокрайна Россия», реорганизация кафедры безопасности жизнедеятельности и общей физической подготовки путем присоединения к кафедре охраны здоровья человека, открытие кафедры хирургических болезней постдипломного образования в организационной структуре аккредитационно-симуляционного центра. Знаковым в рамках заседания ученого совета стал вопрос об установлении достаточного процента оригинальности текстов диссертаций, представляемых в Советах КФУ. Было согласовано решение определить достаточный процент оригинальности на уровне 80, а также внесены изменения в положение аббатистационной комиссии КФУ, положение Совета по защите диссертаций на соискании ученой степени кандидата наук и соискании ученой степени доктора наук и порядок присуждения ученых степеней. Иногда программный продукт, который называется антиплогиат, он дает не очень корректные данные, поэтому мы просто просим саму комиссию, чтобы она более тонко разобралась. Также в ходе заседания было поддержано предложение Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан и Министерства культуры РТ об установке бюста известному русскому писателю-воспитаннику Казанского университета Сергею Аксакову во дворе главного здания университета. Камиль Гимаздинов, Фарид Захитуглы, Универньюз. Редактор Первого канала раскрыла студентам Казанского университета изнанку киноиндустрии. Все подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялся мастер-класс редактора кинорубрики программы «Доброе утро» Первого канала, выпускница журфака Казанского университета Марины Коблевой. Тележурналист осветила разные аспекты, связанные с кинематографом и кинобизнесом. Поведала студентам о работе на кинофестивалях, поделилась основными правилами интервью с селебрити. Раскрыла небольшие профессиональные секреты, как расположить к себе собеседника. А также рассказала, из чего складывается прибыль фильма и как распределяются кассовые сборы. Для того, чтобы понять, что интересно, там, я не знаю, Джей Джей Абрамсу или Ларсу фон Триеру, например, да, вот как влезть в голову человека Ларса фон Триера. Нужно быть в каком-то контексте, нужно, то есть туда должен прийти человек, который не просто прочел биографию, а который, во-первых, видел все фильмы, который видел фильмы, о которых этот человек говорил, что они ему нравятся. Вот эти режиссеры на него повлияли. Марина Коблева, кроме прочего, предоставила видеоматериалы бесед со своими коллегами, которые поделились своим опытом со студентами, передав изнанку киноиндустрии. Я поговорила с Антоном Долиным, я поговорила с Дмитрием Гоблиным-Пучковым, я поговорила с Анной Пармас, режиссером всех самых крутых клипов группировки «Ленинград», и недавно она выпустила фильм «Давай разведемся», который очень успешно прошел в прокате. Я поговорила с нашим лондонским корреспондентом, я поговорила с американским актером Армандом Ассанте, который играл Одиссея в фильме «Одиссей» Андрея Кончаловского, его американского периода. Кончаловский за него имя получил. Ну вот, в общем, вот этих людей, их опыт и свой опыт я решила привести сюда. Под занавес мастер-класса студенты благодарили гостю и фотографировались с ней. Валерия Муратова, Фарид Захидоглы, Универньюс. В университетской клинике Казанского федерального университета по адресу Ершова-2 после масштабных ремонтных работ открылось обновленное отделение урологии. Какие изменения произошли в отделении в сюжете нашего корреспондента? 25 декабря в университетской клинике Казанского федерального университета после проведения масштабных работ открылось обновленное отделение урологии, располагающееся по адресу Ершова-2. Вот уже более 20 лет отделение занимается неотложной урологией 24 часа 7 дней в неделю. Мы находимся в новой отремонтированной палате урологического отделения, где создано все для комфортного пребывания наших пациентов. У каждого пациента есть свои индивидуальные зоны, своим светом, кнопка вызова персонала, есть телевизор в каждой палате. Все сделано для того, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно и быстрее выздоравливали. В настоящее время отделение является центром эндоскопической урологии. Здесь активно применяются малоинвазивные методы. Это позволяет добиться ранней реабилитации и восстановления работоспособности больных. Широко применяемое малоинвазивное лечение, хирургическое лечение приводит к тому, что сокращаются сроки пребывания на койке, улучшается послеоперационное состояние пациентов, улучшаются непосредственные результаты операции. Все это приводит к тому, что пациенты раньше выписываются, раньше выздоравливают. Также при лечении используется современная медицинская техника, которая постоянно обновляется. Урологическое отделение клиники университета имеет в своем оснащении самое современное оборудование. Конечно же, это эндоскопическое оборудование, которое применяется для малоинвазивных операций по поводу пухолей, мочеплавой сферы, по поводу мочекаменной болезни. Это оборудование эндоурологическое, которое применяется при трансфортальных вмешательствах на предстательной железе и мочевом пузыре. Это лазерное оборудование, которое широко применяется при удалении конкрементов камней в мочевой системе, при удалении аденомопредстательной железы. Открытие обновленного отделения урологии университетской клиники КФУ является еще одним шагом на пути создания в университете одного из самых высокотехнологичных медицинских кластеров России. Лилия Талипова, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс. Насладиться китайской чайной церемонией, а также пообщаться с носителями китайского языка смогли студенты Елабужского института и Института Конфуция КФУ. Все подробности в нашем сюжете. В Елабужском институте КФУ состоялся День китайской культуры. Участниками яркого национального праздника стали студенты и преподаватели двух вузов – Елабужского института и Института Конфуция КФУ. Наши студенты научились принимать участие в международных программах, связанных с китайским языком, сдают международные экзамены по китайскому языку. И ежегодно мы выезжаем на разные мероприятия Казанского федерального университета. Студенты Елабужского института КФУ представили творческие номера, посвященные китайской культуре. А представители Института Конфуция КФУ провели тематические мастер-классы. День китайской культуры надолго запомнится студентам теплой атмосферой и общением с носителями языка. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!